В этот супермаркет женщины пришли, как и все, за покупками. Они выбирали самые лучшие продукты, элитный алкоголь, дорогую косметику. На цены дамы не смотрели, словно они их и не интересовали вовсе. В общем-то, так оно и было, ведь платить за товар посетительницы все равно не собирались. Во всяком случае, уж точно не за весь. Женщины обходят торговый зал и ловко распределяют товары по своим сумкам. Злоумышленницы рассудили, что смогут неплохо сэкономить, если на кассе оплатят лишь незначительные покупки. Не учли лишь одного. Их снимают камеры видеонаблюдения. Всякие брали шампуни, дорогие-дорогие, очень дорогие коньяки, вино. А перед камерой выделили наши гостины. Когда на оплату покупательницы принесли лишь мелкие товары, охранник попросил женщин показать сумки. Но дамы по-другому решили продемонстрировать свою невинность. Дескать, прятать им нечего. Но и это не убедило охранника. Он позвонил в полицию. Устраивать шоу для стражей порядка три подруги не стали. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. По данному факту, следственным отделом ОМВД России по району Нагатина-Садовники города Москвы возбуждено уголовное дело по статье кражи. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Признаваться в краже злоумышленницы не спешат. До приезда полицейских они спешно стали выбрасывать из сумок краденые товары. Этот момент не попал в объектив камеры наблюдения. Я без адвоката ничего не буду говорить. Не на один вопрос отвечать не будете. Правильно я понимаю? Нет, без адвоката ничего не буду. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские не исключают, что таким образом женщины регулярно ходили по магазинам. Максим Ларин, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.